Итак, друзья, на связи Куликов Сергей, мы продолжаем наши видео уроки. В этом видео уроке мы с вами заведем кошелек WebMoney, потому что он, ну я лично рекомендую вам иметь еще кошелечек WebMoney, помимо Яндекс.Денег, потому что самая как бы надежная, защищенная считается все-таки система WebMoney. Оплачивать для нее тоже, через нее особого труда никакого нет, но вот при регистрации маленечко придется попыхтеть, но сейчас я вам покажу как все это сделать. Итак, для начала открываем наш браузер и в поисковой строке просто пишем WebMoney и сразу же по первым делам влазит сайт именно WebMoney.ru. Итак, что надо сделать для начала? То есть для начала нам ни регистрацию, ни вход, ничего не нужно сделать, нам необходимо загрузить программу. Программа называется WebMoney Киперклассик. То есть мы жмем на кнопочку вот на эту вот, загрузить программы и файлы, нажимаем и переходим вот в такое вот менюшку. Нужные программы и файлы, то есть WebMoney Gear, WebMoney Киперклассик. То есть это самый классический, самый распространенный. 99% платежей в интернете совершается вот за счет вот этого Киперклассика, поэтому скачивать будем мы именно его. Есть еще WebMoney Киперклассик. То есть тут для Ява, для айфона. Ну, я лично через телефон никогда ничего не проплачиваю. Мне вот несложно открыть ноутбук и проплатить все через программку WebMoney Киперклассик. Также есть MyWebMoney. Здесь тоже для операционных систем. Android, Windows, MacOS, Linux, iOS и так далее. ЕНАМ. Система авторизации. Это система авторизации через e-mail. Ну, я этим тоже никогда не пользовался и вам, в принципе, не советую. Ну, и WebMoney Адвизор. Это такая надстроечка, плагин для вашего браузера. То есть предупреждает о посещении вредоносных сайтов. Ну, это, в принципе, сейчас делает любой антивирус. Позволяет оставить собственный отзыв в любом сайте. Ну, я не думаю, что вы очень часто оставляете какие-то отзывы. Подскажет, принимает ли сайт к оплате WebMoney. Ну, это тоже, в принципе, ничего особенного. Поэтому он как бы не нужен. То есть первым делом, вот, WebMoney Киперклассик. Это единственное, что нам здесь нужно. Жмем загрузить для Microsoft Windows. То есть пошла скачка. Сейчас мы подождем. Все. Программа наша скачалась. Нажимаем на нее. То есть находим, куда у вас скачалась программа. Если вы работаете, я просто сейчас работаю через Google Chrome. Если вы скачивали не через Google Chrome, а через другой браузер, то есть зайдите в ту папку, куда у вас приходят ваши скачивающиеся файлы. И нажмите на вот эту вот VMK.ru.exe. То есть появляется вот такая вот. Разрешить в следующей программе. Внести изменения на этом компьютере. Жмем да. Итак, жмем далее. Вы принимаете все условия этого соглашения. То есть вот здесь почитать можете. Ну, весь смысл этого соглашения сводится к тому, что вы обязываетесь быть честными, никого не обманывать. Жмем да, я согласен. Нажимаем далее. Выберите каталог для установки приложения WebMoney. Жмем далее. Здесь также жмем далее. И здесь также жмем далее. То есть все, начинается установка. Установка завершена. Приложение WebMoney и RTP Classic успешно установлено. Рекомендуем ознакомиться, как работать с WebMoney, что новая версия, обучающие демо-ролики. Это, кстати, полезные вещи. Ведут они напрямую на сайт WebMoney в специальные разделы. Установить WebMoney адвизор. Это вот то, что я вам недавно показывал. Специальный плагинчик я вам не рекомендую, поэтому галочку здесь убираем. То есть помним, да, предупреждает о посещении вредоносных сайтов. Подскажет, принимает ли сайт к оплате WebMoney. То есть, ну, это нафиг не надо. И нажимаем «Готово». Так, все, это мы пока свернем. Вот у нас появилась эта программка. WebMoney Hyperclassic. Давайте зайдем в нее. Вот здесь указан уже мой существующий ВМИД. Если у вас сейчас нету никакого ВМИДа, если вы впервые регистрируетесь, то, значит, вам надо будет этот ВМИД сейчас получить. Итак, место хранения ключей доступа. Выбираем этот компьютер. Далее жмем «Регистрация». И необходимо здесь ввести регистрационный код. Что такое регистрационный код? И «Зарегистрировать новый ВМИД». То есть, мы нажимаем «Зарегистрировать новый ВМИД». Нажимаем «Зарегистрировать новый ВМИД». И попадаем вот в такое вот поле. Для регистрации и управления кошельками так можно использовать в соцсети. Или укажите номер вашего личного мобильного телефона в международном формате. Регистрируясь, вы принимаете соглашение, опубликованное по адресу, так и так далее. Значит, здесь мы вводим номер нашего мобильного телефона. То есть, обязательно привязывайте именно тот телефон, которым вы постоянно пользуетесь, на который вам всегда звонят. Потому что, когда вы будете платить через Вебмани, Вебмани всегда присылает пароли, подтверждения на смс. За счет смс. То есть, если в Яндекс.Деньгах можно это либо включить, либо выключить, то в Вебмани это обязаловка. То есть, смс-ки будут приходить по-любому, и там будут подтверждающие коды. Итак, значит, вводим номер телефона. Ввели и жмем продолжить. Далее, пишем наши персональные данные. Ну, допустим, выбираем себе какой-нибудь псевдонимчик. Опять давайте, допустим, напишем снеговик 085. Далее, фамилия Куликов, Сергей Валерьевич. Вы также все указываете, естественно, свое. Пол мужской, дата рождения мартовские мы. Год 85. Страна Россия, город Саратов. Адрес. И указываем e-mail. Рекомендую указывать гуглский e-mail. Хотя можете, в принципе, и яндексский указать. То есть, я лично как-то гуглу больше доверяю. Так, адрес интернет-сайта. Ну, это если у вас интернет-сайт уже есть, зарегистрирован. То есть, тот, который мы с вами регистрировали, может, в принципе, указать. А может, пока не указывать. Потом, когда уже сайт вам конкретно зарегистрируют, когда вы поставили туда движок, начнем его постепенно наполнять, тогда можно будет прийти, подрегистрировать данные и добавить сайт. Итак, контрольный вопрос. Любимое число. Ну, давайте поставим любимое число. Ответ на вопрос, допустим, 88. Дополнительный e-mail, если есть, тоже вводим. Так, я хочу получать новости, информацию о сервисах системы. Я хочу получать так, но это не нужно. Галочки убираем. Жмем продолжить. Укажите паспортные данные. Так, где я не указал? А, вот. Так, указываем паспортные данные. Так, все мы указали здесь. И жмем продолжить. Вы не указали, кем был выдан паспорт. Так, это где? А, вот. Блин, пропустил. Так, ну теперь точно все. Нажмем продолжить. Итак, проверьте еще раз корректность указанных вами персональных данных. То есть, проверяем, да? Псевдоним, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, Россия, там и так далее, местонахождение. Серия номер паспорта, дата выдачи паспорта. Все, жмем продолжить. Теперь смотрите. Укажите код, полученный на e-mail. Для этого мы идем в нашу почту. Почту на Gmail, да? И нам приходит вот письмишко от WebMoney. Регистрация системы WebMoney Transfer. Здравствуйте, вы получили это письмо и так далее. Ваш регистрационный код. Вот он. Мы его берем и копируем. Причем копируем, смотрите, от края до края. Смотрите, не возьмите лишка. Не захватить вот этот пробельчик. Потому что WebMoney посчитает, что у вас в коде еще стоит пробел. Потому что в WebMoney это все очень строго. И надо именно делать вот так вот, от края до края. Взяли, скопировали. Укажите код, полученный на e-mail. И вот этот код мы вот сюда вот вставляем. И жмем продолжить. Мы выставим на ваш мобильный телефон сообщение, содержащее проверочный код. Оп! Телефон чрезвизорал. Так. Укажите код, полученный на мобильный телефон. И этот код, который пришел на мобильник, мы его сюда вот вбиваем. И нажимаем продолжить. Итак, для управления кошельками вы выбрали WebMoney трансфер. Так, ну все, это не надо. Потому что программу мы уже скачали, мы ее уже установили. Так, в появившемся окне введите регистрационный код. Мы берем вот этот код. Копируем его. Идем вот сюда вот, в программку. И вставляем его вот здесь вот. И нажимаем кнопку далее. Далее. Необходимо придумать пароль для входа в программу. То есть, запомните хорошо этот пароль. Потому что, если его уже забудете или потеряете, восстановить в принципе можно, но сложновато это возиться там. Поэтому я вам советую придумать хороший пароль и где-нибудь его записать в нескольких местах, чтобы не потерять. Все. Ввели код, пароль для входа в программу. Подтвердили еще раз этот пароль. И нажали далее. А теперь случайным образом пересечайте мышь в пределах этого окна. Это необходимо для генерации ключей доступа. То есть, вот так вот. Перемещаем, перемещаем, перемещаем. Все. Никто этих действий повторить не сможет. Поэтому все. Идентификатор пользователя. Вот у нас. Регистрационные данные. Этистат псевдонима и так далее. То есть, вот ваш ВМИД. Вот это вам сейчас присвоилось. Мы это скопируем. И нажмем на кнопку «Готово». Все. Мы попали в кошельки. В наш кошелек. Так, давайте я для начала закрою работу. Выйду отсюда. И сейчас мы зайдем по новой. Так, вот этот ВМИД, который мы с вами сейчас получили. Давайте создадим документик какой-нибудь. Допустим, вот Microsoft Office. И запишем его себе, чтобы не потерять и не забыть. Он, конечно, у вас сохранится автоматом там потом. Но на всякий случай это необходимо сделать. То есть, напишем «ВМИД» и поставим наш «ВМИД». И здесь также пароль. Здесь прописываем тот пароль, который вы придумали. Итак, все. Мы записали, сохранили это все. Сохраняем изменения. А теперь давайте попробуем войти. Значит, мы запускаем программу. Вставляем вот этот вот наш ВМИД. Ага, это он уже стоял. Ну, все, ништяк. Далее вбиваем наш пароль, который мы придумывали. И нажимаем на кнопку «Ок». Все. Вот мы попадаем в наш кошелек в «Эбмани». Итак, смотрите. Сейчас у вас никаких кошельков нет. Давайте сейчас заведем. Так. Так, 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 так. Так. Ваш вебмани «Кипер» был подключен с неактивированного ранее оборудования. Ваша есть. Ну, так, ладно, закроем. Итак, смотрите. У нас есть кошельки, да? Но пока что ни одного кошелька еще нет. Мы нажимаем вот на эту кнопку «Создать». У вас нет ни одного ВМ-кошелька. Это означает, что вы не можете получать вебмани от друзей или работодателей, оплачивать покупки в интернет-магазинах и вставлять счет на оплату. Ну, давайте мы их сейчас создадим. Жмем «Далее». И выбираем кошельки, в какой валюте вам необходимо сделать. Ну, во-первых, если вы живете в России, естественно, вам необходимы рублевые. То есть мы выбираем рублевые и пишем ему название. Ну, допустим, напишем «Рублики». И жмем «Далее». Я принимаю. Жмем «Далее». Создается ВМ-кошелек. Вот. Создается ВМ-кошелек. И видите, вот это номер, который ему сейчас был присвоен. R-399-024-674-840. То есть, когда вы будете пополнять свой веб-кошелек, вам необходимо будет указывать вот это все полностью. R-399 и так далее. Итак, я хочу создать еще один кошелек прямо сейчас. Давайте создадим еще один кошелек. Допустим, долларовый. Создадим. Напишем «Баксики». И нажмем «Далее». «Далее». Также принимаю условия. «Далее». Все. У нас появился еще долларовый кошелек. То есть, если вы будете расплачиваться долларами или получать доллары, если вам будут пересылать доллары, то можете указывать «Баксики». То есть, это уже будет «Зет». И дальше. Вот «317» и так далее. Допустим, я хочу создать еще один кошелек прямо сейчас. Ну, допустим, если... Так. Так, так, так. Вот можно сделать еще в евро. Можно в юванях. Так, что-то я не вижу гривны. Можно было в гривнах еще сделать. Так, ну в гривнах что-то не вижу я. Итак. Ладно, жмем «Отмену». То есть, вот у нас рубли, доллары. Если захотите создать еще, пожалуйста, открывайте, создаете. Вот опять рубли есть, евро, юани и так далее. Ну что ж, вот в этом видеоуроке мы с вами завели себе веб-кошелек. Надеюсь, что все было понятно. Этот кошелек обязательно вам пригодится в дальнейшем, потому что через него также удобно оплачивать и принимать оплату. С вами был Куликов Сергей. До связи в следующих видеоуроках.